Все знают, что рак не заразен. Однако есть несколько видов онкозаболеваний, которые могут быть спровоцированы вирусами и бактериями. Например, рак шейки матки вызывает вирус папиллома человека. И вот связь между ними, доказанная связь, гораздо крепче, нежели, например, связь между раком легких и курением. Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Программа «Звоните доктору». Дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Владимир Щукин, заведующий онкологическим отделением Самарского онкодиспансера. Рад всех приветствовать. Здравствуйте. Мы работаем в прямом эфире. Телефон для ваших вопросов 202-11-22. Владимир Юрьевич, папилломы, ну, такие образования на коже до недавнего времени считались, ну, во-первых, доброкачественными, а, во-вторых, косметическим дефектом, не более того. Сегодня это уже не считается таким безобидным? Ну, там разная природа возникновения этих образований. Наверное, что касаемо именно онкогинекологии, здесь такой главный теологический фактор возникновения рака шейки матки – это вирус папиллом человека. Это доказанный факт. В 2008 году была вручена Нобелевская премия немецкому ученому вирусовку за доказательство как раз этого факта. То есть возникновение рака шейки матки происходит при заражении вирусом, после заражения вирусом папиллом человека. Однако надо, конечно же, понимать, что от момента заражения вирусом папиллом человека и возникновением каких-либо изменений в шейке матки или в каком-то другом органе происходит, проходит не неделя, не месяц, проходит несколько лет. То есть должно произойти несколько этапов развития. А вот давайте с самим вирусом разберемся. Вирус папиллом человека, в общем, достаточно новое, скажем так, понятие в нашей жизни. Вот это же, правильно я понимаю, что это не одна такая болезнетворная структура, а целый комплекс, целая группа агрессивных агентов, правильно? Вы правы. За последние несколько лет открыто более 200 штаммов вируса папиллом человека. Из них выделено 14 высокоанкогенных типов. 70% всех злокачественных новообразований шейки матки связывают с вирусом папиллом человека 16-18 типа. Дальше идет 31-32, 54-й тип. Но вот основной это 16-18 тип. И поэтому обычно при обследовании на какой-то патологию шейки матки доктор назначает обследование на ВПЧ-типирование с вирусной нагрузкой, чтобы узнать, в какой концентрации этот вирус присутствует. Именно вот выделяют, прямо отдельно есть, 14 высокоанкогенных типов. Из 200, в общем, вроде бы немного, но тем не менее. Самые наиболее. Вот как я говорю, 16-18 тип – это 70% всех заболеваний онкологических, связанных именно с этими демотипами. Причем это не только генитальный рак, но и экстрагенитальный. Это также рак гортания, заболевания анального канала. То есть довольно-таки распространенный, имеет большое распространение по поражению. Я где-то видела информацию, что вирус папилломи человека присутствует примерно у 90% населения земного шара. Но у большинства людей вирус исчезает сам, ну, видимо, попадая в организм, он там как-то живет. И за два года организм его убивает и отправляет. Здесь я с вами соглашусь. Так или нет? Могу сразу сказать, что ежегодно, ну, вообще по статистике, где-то 12% всего населения земного шара болеют, заражены вирусом папилломи человека. Это более 600 миллионов человек, да. Связывают появление вируса папилломи человека с началом половой жизни, да. При определенных условиях, при стечении определенных условий этот вирус внедряется и начинает размножаться внутри клеток. И только после этого возникают какие-то изменения в эпителии. У большинства людей он элиминируется самостоятельно под ответом иммунной системы. Послушаем сейчас зрителей. У нас есть звонок, потом продолжим разговор. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые гости. Владимир Юрьевич, вот скажите, пожалуйста, можно задать вопрос следующего паратора. У меня в этом году была сделана операция, в главном статистике. Причина экстрактивного лечения была дисплодиция и стильная. Но дело в том, что она еще пока не отключена вершим всего у человека. И вот у меня возникает вопрос, все-таки, как недопустительные цепи заболевания, как сейчас необходимо наблюдаться, но, наверное, самое важное, как он должен быть характерным в дальнейшем, чтобы как-то не оказаться опять в такой ситуации. Благодарю вас за ответ. Вот, а я благодарю вас за вопрос, потому что как раз планировала спросить, вырабатывается ли иммунитет к этому вирусу. Ну, в общем, ответьте, пожалуйста. Спасибо за вопрос. Что касаемо по наблюдению этих пациентов. Ну, во-первых, хорошо, что на самом деле заболевание выявлено было именно в такой форме, в состоянии предрака. И при этом пациент имеет все шансы на то, чтобы больше никогда это заболевание его не коснулось. Однако все равно рецидивы даже при предраке могут быть, даже после выполнения радикального хирургического вмешательства. То есть, если при органо-сохранном лечении рецидивы, то есть, при сохранении органа рецидивы, по разным данным, там 20-40%, то при выполнении радикального лечения снижается, и там тоже по данным различных авторов до 3% всего лишь рецидивы. Но рецидивы могут быть. Поэтому дальнейшее наблюдение, как при раке, и также и при предраке, оно обязательно. Первый год наблюдение осуществляется раз в 3 месяца, осмотр гинекологом, выполнение, допустим, ультразвукового метода исследования. Обязательно мазки на онкоцитологию, это может быть обычный папмазок или сейчас, скажем, такое новое введение, это жидкостная онкоцитология. Уже, в принципе, смысл один и тот же, но по-другому сам мазок приготавливается и удобнее смотреть. Считается, что он более качественный. И многие обращаются с вопросами, нужно ли вакцинироваться после того, как выполнено радикальное хирургическое вмешательство. Потому что на самом деле, ну, сталкиваюсь, спрашиваю, есть вот вакцина, и многие гинекологи советуют, что для того, чтобы исключить рецидив, провести вакцинирование. Но на самом деле надо понимать, что любая вакцина – это всего лишь профилактика, профилактика не самого предрака или рака, а именно профилактика вируса папиллома человека. Та вакцина, которая у нас используется всего лишь на четыре типа. И сама вакцина, она не лечит ни от вируса папиллома человека, ни тем более от заболеваний, которые вызваны этим вирусом. Поэтому основное здесь только наблюдение. Скажем так, уже проведено хирургическое лечение, удален орган, мишень, то есть тот орган, в котором вирус папиллома человека вызвал эти изменения. Теперь остается дальше только наблюдаться. Первый год раз в три месяца, дальше при отсутствии каких-либо признаков рецидива, дальше, я думаю, что раз в год такое же наблюдение. Уже можно наблюдаться, будет вполне гинекологом по месту жительства. То есть, еще раз отвечая на мой вопрос, вирусом папиллома человека, один раз, если его организм убил, им можно заразиться вновь? Можно заразиться другим штаммом. То есть, также проходит, проводит вакцинирование, но вакцинирование, опять же, направлено на определенное количество штаммов, да, но заразиться можно другим штаммом и также быть носителем этого. Да, то есть, это не как ветрянка. Еще один звонок у нас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Можно? Можно говорить, да? Конечно, мы вас слушаем. У меня вопрос к доктору. Полтора года назад у меня выявили вирус папиллома 52-й номер. Доктор, моя гинеколог, назначила лечение месяц 6 таблеток в день лечения групприносином. И по дороге я вставляю свечи, а лейпол два раза в неделю. И направление к онкологу она не дает никогда, говоря тем, что у вас хорошие анализы, у вас нет дисплазии. Права ли моя гинеколог? Спасибо за вопрос. Да, хорошо, что анализы хорошие. Это замечательно. На самом деле, вирус папиллома человека, скажем так, это не совсем наша юрисдикция, да, то есть мы не занимаемся лечением вирусных заболеваний. Мы занимаемся лечением заболеваний, которые вызывают вирус папиллома человека. Соответственно, лечением занимаются гинекологи по месту жительства и, в принципе, доктор права. Параллельно проходят обследования женщины, то есть берутся мазки на онкоцитологию при необходимости делать скольпоскопии или биопсии. В случае отсутствия каких-либо изменений в шейке дисплазии, причем дисплазия может быть первая, вторая, к нам направляют обычно за дисплазией третьей степени и все, что выше, то есть рак инситу или инвазивный рак. То есть в данном случае абсолютно правомерно наблюдение лечением гинекологом по месту жительства. И я, видимо, была не права, когда сказала, что понятие не очень известное, вирус папиллома человека, судя по тому, что зрительский отклик такой. На самом деле это уже давно известно, и в последнее время это получило, так скажем, широкую огласку, и все уже и начитаны, и со всех экранов, в принципе, все это звучит. Единственное, самое главное понимать, что, ну, в ЭПЧ на самом деле, в чем проблема? Нет четких клинических рекомендаций по лечению вируса папиллома человека, допустим, как при лечении рака. У нас все это расписано, какая стадия, какое лечение должно быть выполнено. При лечении вируса папиллома человека, но, к сожалению, пока этого нет, и поэтому многие врачи, ну, скажем так, пользуются теми препаратами, теми назначениями, что им там посоветовали на учебе или пользуются какими-то рекомендациями, но, как таковых, рекомендаций нет. Вот, вирус папиллома человека на самом деле плохо поддается лечению, снижает вирусную нагрузку, и пациент находится на постоянном наблюдении в гинекологе. Что вы скажете по поводу вот такой статистики? Я вчера также нашла ее. Для молодых женщин в возрасте от 30 до 39 лет рак шейки матки стал одной из основных причин смерти и скоро будет забирать до 10 тысяч человек в год. Ну, во-первых, вот касаемо возраста, действительно, почему вот именно этот возрастной промежуток от 30 до 40? Ну, наверное, сейчас как раз рак шейки матки, и не только рак шейки матки, но и предрак, тяжелый дисплазия, рак ин-ситу, как раз чаще встречается в этой группе. С чем это связано? Первое, это с факторами риска развития этого заболевания. И как раз мы знаем, что вирус попелом человека — это основной этиологический фактор развития рака шейки матки, и заражаются этим вирусом во время полового акта. Как раз это связано с тем, что в нынешнее время, по данным, начало половой жизни сместилось 14 годам. То есть средний возраст, начало половой жизни — это 14 лет. В то же время первые роды уступают в среднем где-то в 30-31 год. Это вот по данным статистики. Как раз этого времени вполне достаточно, чтобы у женщины, заразившейся вирусом попелом человека, прошли все стадии от доброкачественных изменений, и все они перешли как раз в злокачественную форму. Как раз это приходится на этот возраст от 30 до 39 лет. А это единственный путь заражения, который вы сейчас назвали половой? Только таким путем можно заразиться этим вирусом. Еще один звонок послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мне нужна такая идея, хотела бы задать вопрос. В 2021 году провели раз первой степени микроинвазии 1 мм. Мы сделали экранизацию, после чего было все хорошо. И вот сейчас, ну, теперь, ну, как? Вот, плохой анализ пришел. Ну, микроинвазия 2 мм, длиной 5 мм. Что в этом случае делать? Спасибо за вопрос. Ну, в первую, конечно, нужно определиться по объему дальнейшего лечения. То есть, если молодой возраст и ранее была выполнена органосохранная операция, то есть, выполнили экранизацию сохранения, в принципе, репродуктивного потенциала. То есть, женщина принимает решение в случае сохранения органа для того, чтобы в дальнейшем иметь возможность забеременеться и родить. Дальше наблюдается. В случае возникновения рецидива опять приходится нам принимать такое же сложное решение. К сожалению, рецидивы встречаются при органо-сохранном лечении от 20 до 45%, особенно после выполнений дотермоконизации. Здесь просто нужно ответить на вопрос, что женщине важнее. Забота о своем здоровье, либо желание все-таки забеременеть и родить. Если ранее уже были беременности у женщины, то, наверное, нужно давать предпочтение сохранению здоровья. Поэтому в данном случае мы, конечно, будем предлагать радикальное лечение. То есть, оставление органов все-таки риск? Это риск. Если, допустим, при радикальном лечении это в среднем 3%, то при органо-сохранном от 20 до 40% рецидивов. Еще один звонок. Алло, здравствуйте. Вы получили ответ на свой вопрос или хотите что-то? Да, да, да. Спасибо за звонок. Спасибо. Надо просто еще понимать, что органо-сохранное лечение, оно дает возможность женщине забеременеть и родить. Но в то же время, особенно сейчас у вас возросло количество выявлений предрака. То есть дисплазия, рак инситу. Это связано не только с тем, что распространился вирус попелового человека, но и с тем, что улучшились методы выявления, появились скрининговые программы, и мы стали больше выявлять женщин как раз не в стадии инвазивного рака, а именно на состоянии, когда есть предрак и есть все возможности, с минимальным риском сохранить эту возможность, дать возможность девушке, женщине забеременеть и родить. Однако, единственное, вот, конечно, вот эти все методы, хоть они и малоинвазивны, но все равно зачастую приводят к определенным нарушениям, то есть биопсии и конизации, это все равно инвазивная процедура. И после них возникает рубцовая деформация, функциональные изменения в шейке матки, которые впоследствии могут привести к бесплодию, к невынашиванию. Это тоже довольно-таки большая проблема. То есть, как бы, с одной стороны мы сохраняем и даем возможность, с другой стороны все равно есть вот эти вот нарушения, которые, как бы, противодействуют желаемому. Давайте дальше все-таки о шансах и о возможностях, и прежде всего посмотрим сюжет, который мы сняли в онкологическом диспансере. Екатерина до сих пор не верит, что оказалась в больничной палате. Профилактический осмотр у гинеколога она прошла еще в мае прошлого года. Врачи отклонения не выявили, однако результат одного из анализов вызвал сомнения. По совету специалистов, женщина пришла на повторный осмотр через шесть месяцев. Опасения оправдались, показатели ухудшились. Ну, я уже все стадии прошла, переживания, принятия и так далее. Нет, сейчас настрой такой, чтобы прошла операция, восстановиться и желательно сюда проходить только для контроля. Рак шейки матки – опасное заболевание. Наукой доказано, что причиной его развития является вирус папиллома человека. Пути передачи – это контактный и половой. Надежный способ защититься от ВПЧ – пройти вакцинацию. Наибольший эффект достигается от 9 до 14 лет. Она предупреждает риск инфицирования вирусом папиллома человека, но не оказывает лечебного действия на уже имеющуюся ВПЧ-инфекцию и на заболевания, которые уже возникли на этом фоне. Основным методом лечения рака шейки матки является хирургическое удаление опухоли. Однако есть и другие способы борьбы с недугом. Например, фотодинамическая терапия. Если небольшие участки, можно за один раз, скажем так, его обхватить. И процедур может занять около 20 минут. В случае, когда поражение большое, каждый участок обрабатывается поэтапно с экспозиции 20-30 минут. Увы, симптомы появляются только тогда, когда процесс запущен. Почему? Мы и говорим, что необходимо проводить профилактическое посещение. Диспансерный осмотр не реже, чем раз в год. Выявляя на первой, второй стадии, мы можем полностью излечить до 95% случаев. Поход к гинекологу женщине следует планировать заранее и ориентироваться на цикл менструации. На прием лучше записываться за 5 дней до, либо через неделю после ее окончания. Именно этот период считается самым благоприятным. Во время осмотра врач возьмет мазок на онкоцитологию. Если в биоматериале обнаруживаются раковые клетки, то пациента отправляют на дополнительное обследование. Выбор метода лечения проходит на врачебном консилиуме и проводится в условиях стационара. Мы снова в студии. Сегодня у нас в гостях Владимир Щукин, заведующий онкологическим отделением онкогинекологии Самарского областного онкодиспансера. Мы сегодня говорим про вирус папиллома человека, а еще больше, наверное, говорим про рак шейки матки. И в оставшееся время нам очень много с вами нужно важного опять-таки сказать. Но в первую очередь все-таки диагностика. Вот как не пропустить? Я полностью присоединяюсь к словам нашего главного врача Андрея Евгеньевича. Самое главное — это предупреждение профилактика. Профилактические осмотры, диспансеризация, наверное, стоят во главе всей диагностики. То есть регулярное посещение специалиста, не обязательно только гинеколога, но и специалистов других смежных специальностей. И это регулярное посещение поможет выявить рак на ранних стадиях. Потому что, к сожалению, любой рак, особенно в онкогинекологии, на первых стадиях протекает бессимптомно. А лучше всего выявить это заболевание в предраковом состоянии или выявить доброкачественные заболевания, которые приводят в дальнейшем к развитию предрака и рака. Это только через регулярные осмотры. Осмотр, мазки на онкоцитологию, как мы уже говорили, это обычные мазки или жидкостная онкоцитология. УЗИ при необходимости кольпоскопии с прицельной биопсией и дальнейшее уже обследование по результатам в случае, если выявлена или заподозрена какая-либо онкопатология. По маршрутизации все очень просто. При выявлении какого-либо патологии или подозрения на онкопатологию гинекологам женской консультации, возможно, получение направления в Центр амбулаторной помощи. Сейчас в нашей области есть сеть этих центров, в которых пациента примет онкогинеколог, проведет осмотр, забор материала, обследование необходимое, это ультразвуковое обследование. И в дальнейшем уже при подтверждении диагноза будет направлен уже к нам в Центр. Давайте еще один звонок послушаем. Алло, здравствуйте. Спасибо за вопрос. Мы уже об этом немножко коснулись, этого вопроса. И по данным, значит, еще раз, вирус папиллома человека это не лекарство против рака, против рака шейки матки. Вакцинация проводится только с профилактической целью. Вакцина не лечит заболевания, а тем более не лечит вирус папиллома человека, который уже есть. Но защитить от заражения же она может? Но защитить от заражения другими типами может, если этого. То есть, в принципе, теоретически вакцинироваться можно, но самый эффективный, самый большой эффект достигается в случае, если вакцинация проходит у девочек, не живущих половой жизнью в возрасте от 9 до 12 лет. Тогда будет максимальный эффект достигнут. В других вариациях, ну, наверное, нецелесообразно, не принесет ощутимой какой-либо пользы. То есть, вакцинироваться нужно до начала половой жизни все-таки? Да. Чтобы достигнуть максимального эффекта. Ну, вот я слышала, что идут в медицинском сообществе споры о не включить ли прививку против ВПЧ в календарь. Но у нас ведь очень сильное антипрививочное движение традиционно в стране. Не думаете вы, что вот включение этой прививки в вызове... Мы на самом деле не сможем переубедить всех, переубедить в необходимости. И нет централизованного решения о включении этой прививки в календарь прививочный по России. Но во многих регионах эта программа существует, и в Московской области, и в Ленинградской области. Во многих есть эти регионы, и там добиваются хороших результатов. Но самого вакцинирования недостаточно. То есть должна быть хорошая скрининговая программа. К чему сейчас идет у нас... Постепенно мы подходим в Самарской области. То есть первое, это нужно... Да, я думаю, что разработать все этапы. Не только вакцинирование, но и хорошая скрининговая программа для выявления. И будет с обследованием на вирус по пылам человека, и жидкостная онкоцитология. Все должно быть в комплексе. Ну вот, кстати, в Австралии заявили, что они победили рак шейки-матки. Да, есть работа, которая полностью это доказывает. И они именно объясняют это хорошим скринингом и профилактическим. И скрининг, и как раз... Но надо понимать, что на это ушло у них ни один, ни два года. Совершенно верно. Там ушло очень много времени, причем снизилась по многим работам даже снизилась заболеваемость респираторными заболеваниями у новорожденных. То есть заболевания верхних дыхательных путей при прохождении через естественные родовые пути у женщин с зараженных вирусом по пылам человека. Там снизилась практически к нулю. То есть эффект тот как раз вакцинации был достигнут максимально у них. Вот если я вас правильно поняла, то все-таки здорово было бы узнать о том, что ты заражен этим вирусом, который никак себя не проявляет, да? Пораньше, еще до того, как случилось предраковое состояние, естественно, до того, как случился рак. Так как часто все-таки нужно озадачиваться вот этим вопросом? Ну, каждые несколько месяцев же тоже, наверное, нет смысла сдавать анализ на... Нет, но есть четко разработанная система профосмотров, да, ежегодная. Есть диспансеризация, которая проводится там раз в три года. Там есть расписаны все необходимые обследования, которые необходимо выполнить при прохождении этого осмотра. Вирус по пылам человека, ну, с учетом того, что мы знаем теперь, что вирус по пылам человека появляется там после контактного, после начала половой жизни, человек может заразиться тогда, я думаю, что это уже лежит на плечах самого пациента, потому что обследование на вирус по пылам человека не входит как бы в стандарты обследования при профилактических осмотрах. Поэтому здесь может на себя взять ответственность врач-гинеколог, который осматривает пациента и назначить эти обследования уже непосредственно в женской консультации. И дальше уже при выявлении, особенно при выявлении высокоонкогенных типов, это как раз будет группа тех пациенток с высоким риском развития онкологических заболеваний. И для этих пациентов, вернее, эти пациенты могут быть взяты в отдельную группу, где, может быть, наблюдение будет более усиленным, в отличие от других. А есть какая-то этика вообще жизни с вирусом по пылам человека? Нужно ли, например, как привич сообщать своему партнеру о том, что у тебя такой вирус? Я думаю, что это необходимо делать. У нас, к сожалению, наверное, за последние годы нет культуры сексуальной жизни, да? И, наверное, с этим связаны некоторые распространения вируса по пылам человека. Поэтому, наверное, нужно будет вот начать с этого, воспитывать эту культуру у молодежи. И на это нужно будет потратить какое-то время. Владимир Ильич, спасибо за этот разговор. Очень важный, действительно, очень своевременный. Мы благодарим всех, кто был с нами. И увидимся со зрителями ровно через неделю. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин